Мамочки Лео 100 грамм сливочного масла Я его уже растопила 2 яичка 100 мл молока 200 грамм сахара Разрыхлитель Если нет, можете использовать обычную соду И 200 грамм муки Для украшения капкейков Вы можете использовать любые крема Это и сливочный, и масляный крем По желанию Но если нужно сделать что-то быстро Вы можете просто приобрести взбитые сливки Как сделала это я Дальше нам обязательно понадобятся формочки Можно бумажные, можно силиконовые Можно железные Но из железных плохо они достаются Поэтому как вариант лучше всего использовать Конечно же бумажные И удобно кушать И очень красиво, когда ставите на стол То есть это может быть даже праздничное блюдо На день рождения и так далее И сверху мы будем украшать Различными всякими украшениями Потому что я делаю для деток И чтобы им было интересно У нас остались вот такие вот присыпки с паски Еще есть шоколадный топпинг И кокосовая стружка В общем я надеюсь, что будет все красиво и вкусно А сейчас давайте приступим к тесту Так, ну что, приступим к приготовлению непосредственно теста Берем растопленное масло Желательно остывшее Добавляем 200 грамм сахара И тщательно перемешиваем Прям перетираем даже, я бы сказала Да, и еще один важный момент Все продукты должны быть комнатной температуры Я перемешала масло с сахаром И взбила хорошенько блендером Затем сюда добавляем 2 яичка Также тщательно перемешиваем Так, затем добавляем разрыхлитель в муку 2 чайные ложечки Я уже делаю на глаз, потому что Неоднократно делала И знаю уже Так, и просеиваем муку Обязательно нужно просеять Для любой выпечки Сито нужно использовать И вымешиваем тесто И в конце тонкой струйкой Добавляем молочко И так же перемешиваем Замешиваем Однородное Эластичное, да, можно сказать, тесточка Так, ну что, наше тесто готово Примерно вот такой вот консистенции Сейчас вам покажу Вот видите, оно не жидкое и не густое Немного гуще, чем на оладьи И теперь я уже разложила наши формочки Смотрите Взяла понесколько, да, чтобы они не слишком расходились Надеюсь, что они не слишком разойдутся И я смазывать бумажные формочки не буду Если хотите, можете это сделать И буду заполнять наши формочки тестом Примерно 1 треть То есть это тесто хорошо поднимается И слишком много теста не следует Одну треть формочки Где-то так Так, ну что, теперь отправляем в духовку При температуре 180 градусов Примерно на 15-20 минут Почему я не говорю никогда точное время Потому что духовки все пекут по-разному И чтобы проверить готовность наших капкейков Как и любого пирога Впрочем, я использую обычные зубочистки То есть протыкаю палочкой Примерно, когда пройдет минут 15, наверное Протыкаю в серединке Достаю И если палочка сухая В данном случае зубочистка Значит, наши капкейки готовы Так, ну что, поехали! Вуаля! И наши кексики готовы Видите, если вы будете выпекать в бумажной форме И поставить ее одну Вероятность, что тесто разойдется И они будут некрасивыми лепешками А если вы сделаете, как я То есть я взяла по 2-3 бумажные формы И прекрасно получилось Если вам они мешают Можно ее просто вот так вот теперь убрать И красивый кекс получается В общем, теперь мы дадим нашим кексикам Немножко остыть И самое приятное занятие, наверное Будем с вами их украшать Вот, какие они у нас получились Румяненькие Выпекала я 23 минуты Так, ну что Приступим к самой интересной части К украшению Первую часть Наших капкейков Мы украсим вместе с вами А вторую уже будут украшать детки В общем, прежде чем пользоваться сливками Нужно их, во-первых, охладить Хорошенько в холодильнике А во-вторых Взбить Я поставила наши капкейки На горизонтальную поверхность То есть даже если он вот так вот будет стоять У вас не получится, да? Равномерно нанести сливки Поэтому лучше, чтобы они все стояли горизонтально Так, ну что Давайте пробовать Примерно вот таким вот образом Вот такая вот красота Должна у вас получиться в итоге Так, и желательно Чтобы капкейки уже полностью остыли Чтобы наши сливки Они не растекались По горячему капкейку Ну что, мои дорогие Вот такая вот красота получается Смотрите, как уже аппетитно, да? Но это еще не все Сверху мы будем украшать Различными украшениями Украшать можно любым топпингом У нас это Это шоколадная капля Которую я сейчас украшаю Вот такая вот она красивая Потом также есть Вот такие вот сердечки И еще у меня есть кокосовая стружка Можно взять, конечно, и цветную кокосовую стружку Так, ну что, мои дорогие Вот такие вот аппетитные И очень вкусные И нежные капкейки у вас получатся Невероятно нежное тесто Оно просто тает во рту Плюс сливки Вкусный топпинг И объедение получается в итоге Обязательно приготовьте этот рецептик Для своих любимых, родных, деток Его можно также приготовить на праздник Как праздничное блюдо Как вариант Очень даже ничего смотрится Смотрите, какая красота Такие мини-тортики, да, получаются В общем, советую вам приготовить Также не забывайте поставить лайк Поддержать мое видео Спасибо вам огромное А мы сейчас будем пить чаек Всем приятного аппетита И до скорых встреч До новых встреч